Красный коридор из коммунистов встречал депутатов городской думы по дороге на работу. Так партийцы решили указать на важность решения, которое предстояло принять депутатам на заседание. До развязки эпопеи с переименованием оставались считанные минуты. За день до голосования выяснилось, что подписей против в думе только 200. А вот коммунисты утверждают, что сами лично сдавали 4000 автографов противников. Те, кто за обращение, они на столе. Те, кто против, они под столом в корзине. По-моему, это так. Такой подход властей к переименованию. Все, что высказываются против, то в корзину. Все, что за, те на стол. Далеко не все депутаты листовки от коммунистов брали охотно. Да и вряд ли агитматериалы уже могли повлиять на принятие чьего-то решения. Я сам двоим депутатам дал, с удовольствием взяли. Они запрограммированы площадь революции оставить, проспект Фридриха Энгельса переименовать. Я думаю, что решение у них сегодня такое, но они не просчитывают абсолютно последствия, в том числе и политические. Искать у Владимира Кленова экстрасенсорные способности, наверное, не стоит. Всем изначально было ясно, что противников никто слушать и слышать не хочет. А потому чуда не произошло. Соответственно, те, кто были против Шереметьево, остались недовольны решением Думы. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.